В конце 1998 года, когда мы продав квартиру, перебрались с Печерской на левый берег, у меня наконец появился домашний компьютер AMD K62 на 300 МГц с 64 МБ оперативной памяти, видеокартой S3 Trio с 4 МБ видеопамяти, Winchester Maxster на 40 ГБ, CD-ROM TIG и звуковухой Sound Blaster AV64 Gold. Хотя комп брался для работы, конечно же я сразу погрузился в мир компьютерных игр. До того я играл в них время от времени на работе у отца, в ProHistorica 2, в Day, Flashback, а теперь стал знакомиться с сотнями новых для меня игр, и воспоминания о них будоражат меня до сих пор. Поэтому в новых Turbo я буду рассказывать и об этих играх для персональных компьютеров, примерно в том порядке, как знакомился с ними сам, так проще будет вспоминать. Тот первый комп нам собрали под заказ фирме Nevada, что арендовала помещение в институте автоматики на улице Нагорной, на Татарке, в местности смежной со знаменитой Кирилловской стоянкой и с урочищем Загоровщина, где происходили мрачные события из дела Бейлиса, а также где находится Змиевая пещера, самая древняя из рукотворных пещер в Европе. Но всего этого я тогда не знал, и краеведением не интересовался, в отличие от компьютеров. Первый свой компьютер был особенным. Особенное ощущение от щелчков мыши, нажатий на клавиатуру. Кожуха его 15-дюймового ЛТ-монитора, нагреваясь от работы, пахнул свежей пластмассой, и с этим запахом у меня связаны все пройденные в то время игры. У меня был один диск с играми, вот он, и я начал устанавливать их на винт. Так я познакомился с первой Блад, а мама с двумя частями Керандии. Игры, подобные последние, назывались тогда квестами, а не приключениями, как сейчас. Вскоре появились другие диски, например, отец принес вот такой интереснейший диск, где я и нашел несколько частей Quest for Glory. И на рынке неподалеку от нас была торговая точка некоего Юрика, точнее Юргена. Он, кроме прочего, продавал подержанные диски, дешевле новых. Среди прочих, мы купили там вот такой сборник квестов, где оказалось еще больше частей этого Quest for Glory. Я как-то сразу запал на Quest for Glory, поначалу на первую его часть, но пройти ее не смог и переключился на четвертую про вампиров. Никогда раньше, да и позже, разве что, кроме второго Фоллаута, я не играл с таким кайфом и хотел бы сейчас вернуться в ту обстановку и снова поиграть в Quest for Glory впервые на том компе с тем монитором и звуковой картой. Серия уже не отпускала меня. Я прочитал, что можно одним и тем же персонажем пройти все части, экспортируя героя из предыдущей части в следующую, и в итоге прошел так все пять частей, пропустив лишь концовку второй, которая при прохождении сглючила и завершить игру было технически невозможно. Вот в такой волшебный мир я попал, впервые запустив Quest for Glory 1. Как я узнал позже, это был ремейк 92 года, более старой версии игры. Старая, была с ИГА графикой и интерфейсом, где надо было писать команды с клавиатуры, например, Say такое-то слово такому-то персонажу. В ремейке же интерфейс был чисто мышиный, а графика перерисована под VGA. Игра, вопреки названию, представляет собой не чистый квест, а RPG с весьма развитой системой параметров и навыков. Играть дают за героя мужского пола, а изначально дизайнерша игры, Лори Энн Коул, хотела ввести на выбор четыре расы. Вора гнома, волшебника эльфа, человека и лучника кентавра. Однако для ускорения выпуска игры, чтобы много разного не рисовать, вместо рас решили ограничиться человеком и тремя игровыми классами – воин, маг и вор. Немного отвлекусь. Основные разработчики игры – супруги Коул, Кори Коул и Лори Энн Коул. Хотя основная слава досталась Лори Коул, ее муж Кори также внес свой вклад в дизайн серии Quest for Glory и работал над программированием ее движка Sierra Quest Engine, сокращенно SQE. В большинстве сиеровских игр того времени использовался один и тот же движок, который в разработке своей претерпел несколько поколений. Я не играл в эти игры, ну вот в King's Quest, Police Quest. Серьезно, никогда в них не играл, в отличие от Quest for Glory. Но в особой закулисе разработки Quest for Glory я забираться не хочу, чтобы не разрушить впечатление от игры. Когда начинаешь рассуждать о движке, теряется волшебство того, что на этом движке основано. Пара слов о ролевой системе игры. Там нет понятия уровня персонажа, есть только постоянное развитие его навыков. Выполняя определенные действия, вы развиваете соответствующие навыки. Скажем, лазая по деревьям, вы развиваете навык лазания, и чем он выше, тем больше шанс забраться на какое-то особо труднодоступное дерево. Между тем, персонаж может уставать, ему надо есть и спать, но если спать на открытой местности, на вас могут напасть враги. Поэтому надо постоянно таскать с собой хорчи, а ближе к ночи возвращаться в город, ибо в лесу не так уж много безопасных мест. Завязка сюжета первой части Quest for Glory такова. Вы оказываетесь у стен города Спилбурга. Все необходимое у вас есть с собой, а что делать дальше, вы будете узнавать по ходу своего путешествия. Достаточно зайти в город и поговорить с первым встречным. Это будет бургомистер. Впрочем, в игре полная свобода перемещений, вы можете не идти в город, а углубиться в лес. Но толку от этого без запуска основных сюжетных линий будет немного, разве что поупражняйтесь в сражениях. Мир Спилбурга и его окрестностей – причудливая смесь европейской и славянской природы и фольклора. Тут мы встретим гоблинов и бабу-ягу, и разных совсем уж придуманных волшебных персонажей, которые, благодаря мастерству создателей игры, воспринимаются совершенно живыми. В путешествии вам придется использовать умение вести беседу, физическую силу и магию, а также решать головоломки. Причем, пожалуй, только в первой части Quest for Glory они порой настолько сложные, что вызывают желание пробить головой монитора. Причем сложность эта вызвана кое-где ошибками самой игры. А миновать головоломки нельзя, они нужны для полного прохождения. Кстати, не все в игре придумано супругами Коул. Самые мерзкие головоломки в ней разработал Джерри Мур. Quest for Glory – единственная известная мне игра, где все части можно пройти одним и тем же персонажем. В каждой игре этой серии есть возможность экспортировать персонажа в виде файла. Потом, в следующей части вы можете импортировать его и продолжать играть этим созданным ранее и развитым уже персонажем. И это работает. Лично я прошел таким образом насквозь пять частей, но пропустив вторую, потому что во второй я добрался до самого конца, но из-за глюка в игре не смог победить последнего босса. Поэтому персонажа из первой части я перекинул сразу в третью, потом из третьей в четвертую, а из нее в пятую. Первая часть, вышедшая в EGA-графике в 1989 году, называлась Heroes Quest 1 – So You Want To Be A Hero, но потом была перевыпущена как Quest For Glory 1 – So You Want To Be A Hero. В игре имеет игры, вот этот вот, вышедший в 92-м году, году был распродан большим количеством копий, нежели ИГА-версия, и стал единственным успешным ремейком Сиерры в то время. Многие задумки для первой части так и не были воплощены в жизнь. Не был сделан лабиринт гоблинов. Персонаж-волшебник мог бы иметь животное спутника, но не смог, а сражения могли происходить и с видом от первого лица, но не сделали. После приключений в первой части вы попадаете из Огня до Вполумя в часть вторую, которая называется Trial by Fire . Эта игра вышла для платформ DOS и Amiga в 1990 году. DOS-версия имела графику для ИГА. Вторая часть, как и первая, имея ввиду не VGA Remake, была оснащена текстовым интерфейсом, т.е. для всех действий, кроме передвижения, надо набирать с клавиатуры предложение на английском языке. Бюджет игры составил 450 тысяч долларов. При разработке использовались совершенно новые для игр, выходящих у Сиерры, технологии, заточенные уже под VGA графику. Но, опять же, для ускорения выхода игры было решено выпустить ее все же для ИГА. Графика рисовалась на бумаге от руки, а не на компе, как к первой ИГА части, а затем сканировалась. Весь процесс жестко контролировал Кен Уильямс из Сиерры, который, кстати, едва не отменил выпуск первой части игры, не понимая, кому она может понравиться – ролевикам или любителям чистых квестов. Действие Quest for Glory 2 разворачивается в некой сказочной арабской стране в городе под названием Шапир. Сюда вы, конечно же, на ковре самолете прилетаете со своими друзьями из Спилбурга. В отличие от первой части, игровой мир второй несколько меньше, а протяженность разворачивания сюжета ограничена 30 днями. Забыл сказать, ведь во всех частях игры есть смена дня и ночи, а кроме того герою надо время от времени питаться, хорошо хоть не ходить в туалет. Во второй части игры вы можете также заслужить звание Паладина и получить особый паладинский меч, однако все это лишь в конце игры. Таким образом полноценным паладином вы будете уже в следующих частях игры. Мне не нравятся арабские сказки, поэтому я проходил Quest for Glory 2 лишь однажды, когда решил пройти все части подряд, да и то проходил по скачанному из Фидонета Солюшену. Добравшись до сражения с главным злодеем, я его не смог победить из-за ошибки в игре. Действие третьей части игры, Ways of War, которая разрабатывалась уже для VGA одновременно с VGA ремейком первой части, разворачивается в Африке. Даже если вы не прошли вторую часть, то можете импортировать в третью персонажа из первой части и продолжать играть им. В третьей части, помимо людей, действует раса львов-кентавров, а сюжет завязан вокруг противостояния двух племен. Игра получилась светлая и сочная. Но мне больше всего нравилась и нравится четвертая часть, Shadows of Darkness с ее мрачной вампиро-ловкрафтовской темой и славянской страной Мордовии, где разворачиваются действия. Субтитры создавал DimaTorzok Четвертая часть вышла в 1993 году и была переиздана год спустя в CD-варианте с голосовой озвучкой и некоторыми другими изменениями. Однако ошибок, наделанных годом раньше, не убавилось, а напротив. Я для этой передачи хотел снять видео CD-версии, однако из-за ее глючности отказался от этой затеи и вернулся к обычному floppy-варианту, более стабильному. А так к озвучке привлекли 17 профессиональных голосовых и просто актеров, среди которых был Джон Рис Дэвис. На те времена это было очень по-богатому. Впрочем, и бюджет Сиерра выделила нехилой – 750 тысяч долларов. Мои же впечатления от игры сложились без этой озвучки, о чем я и не жалею. Четвертая часть, хотя не отказавшись от присущего серии юмора, получилась серьезной и в чем-то трагической. Начинается она с того, что герой безо всякого объяснения оказывается в загарящей пещере. Из нее предстоит выбраться, используя, конечно же, смекалку и подручные средства. А затем надо добраться до человеческого жилья и там уже решать, что делать дальше. Как в случае с первой части, в четвертой много внимания уделено природе. Некоторые места настолько прекрасны, что достойны пера живописца. Атмосфера игры получилась не совсем славянской, а скорее такой, как представляли себе славянские страны создатели фильмов ужасов 50-60-х годов от студии «Хаммер», которые, знаете, с Питером Кашингом, Кристофером Ли, и Борисом Карлсом в главных ролях. Дополняет игру чудесная музыка, как и во всех предыдущих сериях, воспроизводимая в миди, поэтому качество звучания зависит от звуковой карты. Мне вот при игре в эмуляторе очень не хватает привычного звука карточки Sound Blaster AV-64, с которой я впервые проходил эту игру. во время выхода четвертой части «Quest for Glory» ее издатель «Сиера» стремительно расширялся, и в 94-м году штаб-квартира перебралась в новое здание в Беловю, штат Вашингтон. Старая же контора «Oak Harst» осталась как внутренняя студия разработки игр и позже была переименована в «Yosemite Entertainment», вот под эгидой «Yosemite» потом и вышла пятая часть. Ранее было принято решение, что следующая пятая часть «Quest for Glory» станет последней в серии, и в том же 94-м году пятую часть отменили. Однако фанаты серии засыпали руководство Сиерры письмами, была поднята буча, и сооснователь Сиерры Кен Уильямс в 96-м году дал добро на выход пятой части, да еще выделил здоровенный бюджет. Лори Коул была привлечена к разработке уже когда часть игры была создана сторонней командой. Позже подключился и супруг Лори Кори, уже как программист, хотя основным программистом был Эрик Лэнгайл, я не знаю, как правильно читается фамилия, Лэнгайл, Лэнгейл, не знаю. Сразу пришлось много чего переделывать, потому что имеющийся на руках воксельный движок дико тормозил. И вообще пятая часть обзавелась новым по сравнению с предыдущими частями движком. На сей раз трехмерным, хотя и частично сохранил внешнее подобие прежних двумерных движков. В итоге все замечательно рендерилось программно, безо всякой 3D акселерации, плавно, но игра получилась более тусклой, чем прежние чисто рисованные части, особенно VGA. Также появился больший уклон в сторону ролевой игры, появилось множество видов оружия, расширился арсенал магии. Не воплощенной в жизнь осталась идея мультиплеера на трех игроков, а также запланированное дополнение к игре, нечто связанное с сюжетом с пиратами. В ранней демо игры мультиплеер все же был, а дополнение не выпустили из-за низкой популярности самой игры. Действие пятой части разворачивается в стране Силмаарии, эдакий вариант Греции. Море, миртовые рощи и вся прочая соответствующая обстановка. Король страны убит, и объявлены торжественные состязания, победитель которых и станет новым королем или королевой. Примите участие и вы. Также предстоит встретиться с полюбившимися персонажами из прошлых серий. Вспоминая сейчас пятую часть игры, я ловлю себя на мысли, что мне была интересна игра, но она не запомнилась мне так ярко, как первая и четвертая части. Из пятой части память подсовывает танец Дриад, посещение островов для сражений и очень смутное состязание за престол. Уже проходя игру для съемок этой передачи, я конечно же освежил все в памяти, но полное прохождение отложил. И вот оказывается, что концовку пятой части я тоже не помню. Это еще раз убеждает меня в мысли, что важны не продвинутость графики или звука, а вероятно вдохновение, которое было вложено в игру. Старые VGA экраны были живее, чем трехмерное пространство, а миди музыка драйвовее оркестровой оцифрованной музыки. Quest for Glory 5 был уже чисто коммерческим проектом со всеми его свойствами по выжиманию денег. Тут тебе отдельный CD с музыкой выпускают и дополнения собрались сделать. То есть изначально в игру кое-что не вложили, урезали. Хотя конечно Quest for Glory 5 как самостоятельная игра, замечательная и много лучше современных игр. Просто душевностью меркнет в сравнении с первыми четырьмя сериями. После пятой части Quest for Glory Лори и Кори Коул, как фар-студио уже, для другого издателя выпустили еще одну игру Shannara, а затем основали новую студию Trans Solar Entertainment, под эгидой которой создали сайт Trans Solar Games, посвященный основному своему игровому детищу Quest for Glory, ну и другим играм. А также занялись долгостроем, ролевой игрой Hero U, пытаясь собрать на него деньги через Kickstarter. На сайте игры сейчас выложены видео и демки игры, причем даже под Linux. Внешне она похожа на пятую часть Quest for Glory, но проекция совсем другая, как в современных псевдоизометрических RPG или как в Diablo. То есть небо не видно, вид сверху сбоку и небо не видно, разве что на каких-то там общих картах. Но как я могу судить из того, что я пока что посмотрел. На 2017 год на игру было собрано 550 тысяч долларов, а игра находится вот на декабрь в состоянии пре-альфа, хотя к ноябрю собирались выпустить бету, а в декабре или в январе уже полноценную версию. Ну, посмотрим. Также в 2010 или 2011 году ADJ Interactive выпустила свободно распространяемый ремейк Quest for Glory 2 для Macintosh и Windows. Есть еще множество фан-проектов, но я не слежу за ними. Хочу дождаться вдохновения и еще разок второй раз жизни снова пройти все части Quest for Glory. Может даже и вторую пройду. Всем пока, до новых встреч. С вами был Пётр Семилетов, передача ТУРБО!